Приветствую всех! Прислали мне комплект BioLisa на подробное тестирование, поэтому в ближайшие выпуски у меня будет подробный разбор и анализ. Комплект довольно разнообразный, правда начну сразу с упаковки. Аппарат индукционной терапии. Название такое, конечно счет индукционной, тут они сильно ошибаются. И мелкими шрифтом. Изделие не является медицинским прибором. Гарантия 3 года, качество стопроцентное. Открываем. Есть даже инструкция интересная, с некоторыми результатами. Упаковка мне конечно понравилась, сделана очень добротно, качественно и профессионально. И вот что мы имеем тут. Это я уже бумажки тут наклеивался с циферками. Есть плоская небольшая на медном проводе. Тор, бублик на витой паре. Вот это особенная вещь. Довольно спорная, мы конечно об ней тоже поговорим. То ли пояс, то ли бандаж. Ну вот именно, вот это и есть активная область. Большая плоская, святой пары сделана. Статическая, со специальным блоком, тоже небольшого диаметра на меди. Блок питания надо 4 вольта. Блок управления, сам генератор. Мне его разрешили разобрать. Естественно я его уже разбирал, смотрел что и как. Будет подробное описание его, что, чего и как. И подробная разборка. Многое здесь в нем, что интересного, но и что странного. Не того, что оно странное или непонятное. С точки зрения, нахрен они так сделали. Но в принципе сделано довольно мощно, вроде с виду аккуратно. Даже вот есть индикация и одна и вторая. Даже меандр, редчайший случай. Это мы все рассмотрим. Выключение питания. А питание 24 вольта на блоке. Вот все здесь прекрасно, все здесь хорошо. Упаковочка просто прекрасная. Но вот это вот, это шедевр еще тот. Конечно, очень портит вид. Тем более, это индикатор, конечно. Такой индикатор выставлять в такую комплектацию, это ужас. Даже ради любитель начинающий, наверное, себе бы такого не позволил. Но это ладно. Чуть-чуть витой пары. Несколько витков. Грубо сколочено стяжками. И светодиодик один какой-то старинный. Где они его выдрали? В общем, вот это самое ужасное. Хотя, сами понимаете, больше другой индикации-то нету. Кроме как на самом блоке смотреть. Это неизвестно, работает или нет. И вот такую приблуду сделать это дам. Но это ладно, это мы забыли. Коробка сделана отлично, мне понравилось. Настолько все мягко, настолько это все аккуратно. Это профессионально сделано. Так же, как и дизайн, в общем-то. Если бы, конечно, не писали всякую ерунду. Сделано отлично. Пришла она мне тоже в упаковке этой. Все без вопросов. Естественно, человеку назад отошли. Так вот, у нас генератор и блок управления. Вот, к примеру, плоская. Я пока делаю обзор общий на сегодня. Потому что будет в следующий раз. Там более все по этапам разбито. Очень подробно буду разбирать и показывать, как, что здесь и чего. Как система работает, какие достоинства, какие недостатки. Все будет подробно. В первую очередь, пока конструктива коснусь. Вот, к примеру, большая плоская. Сделана очень аккуратно. Согласен. Покрыта специальной пленочкой. Здесь вот крепежик такой. Проводок. Провода хорошие, но белые. Которые мажутся и будут оставлять на себе пятна. Потом будут страшные. Вот это вот уже есть недостаток. С одной стороны все правильно. Хорошо летая конструкция. Но здесь нет дополнительного кембрика, который бы защищал от перегиба. То есть это довольно быстро будет ломаться. Причем из-за этого конструктива вставляется оно сюда наверх. И вот это уже плохо. Это я потом буду объяснять тоже. То же самое здесь. Здесь вроде все красиво, хорошо. Мне, например, нравится. Но дерево, я считаю, это не очень хорошо. Потому что оно тоже подвержено. То, что оно крепкое достаточно, это нормально. Тем более, что это фанерка. Но проблема в том, что при частом использовании, тем более, лапает руками, пот и все остальное. Это будет все оседать. Обязательно такие вещи надо в чехольчик. Это обязательно. И что мне не очень нравится, что вот это вот то ли ручка, то ли переходник, зажимчик. Но сделал он довольно хрупко. То есть не надо было делать вот два диаметра. Маленький и большой. А надо было все-таки это сделать более массивно. Чтобы оно было большее сцепление. Потому что здесь вот обломать это элементарно. Человеческий фактор таков, что при использовании всех этих устройств. Особенно когда это на полчаса, на час. Особенно люди старые или дети. Они просто забывают, что у них там где-то под боком. Это или лежит на них, или под ними. Все это быстро обломается. Тут интересно сделано, что закручено винтами. Но в то же время там внутри заклеено термоклеем. И недостаток, как я считаю. Вот здесь вот они взяли трубку. Термокембрик. И вот он уже пошел отломаться. Это тоже нехорошо. Надо конечно брать силикон. Вот на торе они сделали правильно. Хотя сам тор мне не нравится. Вот здесь они даже взяли двойной силиконовая трубочка. И вот это достаточно уже дает большую гибкость этому кабелю. Но вот здесь это конечно неудачно. Так что есть и достоинства и есть недостатки. Опять же покрыта пленочкой. Да, хорошо. Она вроде смотрится. Что тут виточки какие-то. Вроде как катушка. Хотя еще раз повторяю. Это не катушка, а активный конденсатор больше. Но проблема в том, что вот это все. Пленочка она очень тонкая. По краям она липкая. И на нее будет ложиться опять грязь. Вот здесь вот. Это все эстетика и гигиена. Так что обязательно это все надо в чехольчике прятать. Причем может быть полиэтиленчик какой. Потому что просто в матерчатую или шестяную этого будет мало. А так конечно оно крепкое. Все как должно быть. Даже лучше чем пластик. Все таки фанера. Сама фанера у нас 6 миллиметров. Всего получается 7,3 миллиметра. В общем вот такие достоинства и недостатки. По самому включению это мы будем позже. Сейчас я пока не буду ничего-то рассматривать. Мы пока рассматриваем конструктивы. Тут вот я говорю бумажки наклеил. Не обращайте внимание. Это я частоты свои поставил. Потому что они не совпадают вот с этим генератором. Как я сказал тор из витой пары. Что уже минус я считаю. И это заметно по моим тестам. Естественно я уже это две недели все протестировал. И на себе опробовал и на других. Одно могу сказать что слишком мощный здесь генератор. Даже уже опасный. С этим меандром они тоже конечно переборщили. Мне тоже это не нравится. Нигде никаких предупреждающих. Ни надписей. Ни напоминалок. Ничего. Хотя тут достаточно уже опасно. Причем он работает на очень разных частотах. Если где-то что-то случается вот с этими устройствами. И вдруг меняется частота резонансная резко. По каким-то причинам. Вот поломался здесь внутри провод. И частота сменилась. В результате мы получаем уже серьезные проблемы. Биорезонансный генератор Biolis. Маленькая из меди. Это статическая. Работает она конечно на больших мощностях очень сильно. И это большой минус. А не плюс. Потому что здесь уже существует опасность. Довольно серьезная. Но в принципе так то есть на номинале. Где-то вот на небольших токах. Более менее нормально. Сделано тоже аккуратно. Красиво. Приятно. Но опять же с этими же недостаточками. Вот. Точно все. Тот же конструктив. Тот же кембрик. Та же фанерка. Ну это обычная плоская. Просто это для одних вариантов. Это для других вариантов. Это для третьих вариантов. И вот последнее из излучателей. Это вот этот вот бандаж. Или коврик. Или как его еще назвать. Кроме достоинств того. Что там его можно вот так конечно использовать. Там на руку. На поезд он не помещается. Но все равно его по крайней мере обложить можно. Вокруг пояса. Да. Гибкость у него есть. Облучение он дает неплохое. Но минусов больше чем плюсов с этой конструкции. Я потом производителю объясню. Как все таки правильно было бы сделать из этого. Провод здесь почему то применен сетевой. И разъем такой. В общем как то по другому. Как будто это сторонний кто то делал. Но сделано тоже вроде как аккуратно. Нормально. Все достаточно гибко. Конечно я вовнутрь не заглядывал. Такие там проводники. Такие там проводники. Но думаю что его хватит ненадолго. И толку с него по моим. Понятиям не очень много. Больше так сказать для экзотики. И вот сам генератор с управлением. Значит по дизайну. Тут попытка дизайна какая то есть. Вот он как пульт управления сделан. С наклоном. Это конечно красиво и хорошо. Ручки какие то применяются. Но вся конструкция в общем то из чего состоит. Здесь показывается уровень мощности. Причем запредельно вот здесь 1000. И дальше еще идет. И причем оно идет где то в два раза больше. Я замерял. В общем мои генераторы вот эти усиленные. Они в два раза слабее чем этот по максимальной мощности. Причем с меандром здесь вопросы. Синус здесь тоже очень странный. Это я все буду потом подробно объяснять. А это просто таймер. Здесь можно устанавливать часы. Ну и включение и выключение. Значит конструкция с одной стороны более менее. Вот это довольно нормально. Но с другой стороны. Вот блок питания сюда вставляется. А вот все остальное вставляется сюда. Ни в коем случае так делать никогда не надо. Если вы вставляете какое то устройство в этот разъем. При включении. Во первых. Вы когда пользуетесь. Вот оно вот все время вот так вот дергается. Потому что вы не будете сидеть сиднем вокруг этого устройства. Будете двигаться. Шевелиться. Садиться. Ложиться. Еще что-то. И вот это вот дело. Это все сделано недостаточно в порядке. Так сказать. Это не соответствует надежности. Такие вещи надо делать. Ну или правая рука или левая рука. Обязательно. Или вот так. Или вот так. Случаи. Вот. А случаи эти часто бывают. Это и по моему опыту. И по другому опыту. И по всему. И по логике. Когда. Вы вот что-то включили. И долгое время находитесь возле этого устройства. Вот. Всегда удобнее выключить. Включить вот так. Его. Лучше держать. Даже можно и не держать. Потому что зависит от того. Как оно где находится. По крайней мере. Вставил. Вытащил. Здесь же надо. Это вот делать сверху. По идее. Вот как туда. Сверху. Прямо глаза видит. И вставляет. Ну как я сказал. Это уже обламывает провод. Тут то. Но его обламывать не будет. То есть. Здесь минимальные колебания. Будут идти. А вот здесь уже. Наперегиб серьезные. Самое слабое место. Во всех разъемах. Вот здесь. Не знаю. Как у них. Три года. Гарантии. Но это дается. Вот эти разъемы. Должны. Через раз. Ломаться. И. То. Что это неудобно. Сверху. Вставлять. Нет. Так не должно быть. Должно быть вот так. Вот так. Нет. И вот так. Нет. Только блок питания здесь. Да. Может. Вот здесь. Правильно. неудобно. Потому что он уходит туда. Провод. А вот это. Ну. На правую. Или на левую сторону. Иначе. Получается. Что. Надежность. Резко снижается. К тому же. Когда вы так вставляете. И в случае. Каких то. Вот. Вы забыли. Вот. Вы его. Себе. Сунули. Где нибудь. Под рубашку. И. Лежите. А потом вдруг. Стрепенулись. Проснулись. Тут уже. Давно. Давно. Выключено. Таймер. Сработал. Вы. Дернулись. Там. Телефон. Какой то. И что происходит. Если. В этом случае. У вас. Просто. Приборчик. Пойдет. За вами. А если. Очень. Сильно. И. Проблем. С этим. Нету. По крайней мере. Вероятность. Ну. Процентов. 10. Что. Вы. Можете. Повредить. Прибор. А вот. С этим. Тут. Довольно. Большой процент. Несколько раз. Повышается. Проблема. И. Вот. Еще. По дизайну. Я говорю. Я буду. Рассматривать. Внутренность. Этого. Прибора. И. Там. Объясню. Почему. Не надо. Так. Делать. Как сделано. Здесь. И. Как это. Можно. Улучшить. И. Удешевить. Упростить. Хотя. Почему. То. Мне кажется. Что. Там. Тенденция. Была. Скорее. Сделать. Вид. Что. Они. Все. Дергается. Тут. Вот. Здесь. Хорошо. Закреплено. Но. Здесь. Такой. Выключатель. Здесь. Стоит. Такой. Выключатель. Вот. Сюда. Он. Не годится. Почему. Потому. Что. Цепляется. За одежду. И. Вообще. За все. Что. Непроизвольно. Переключаться. А. С меандром. Баловаться. Я бы. Вам. Не советовал. Хотя. Я. Потом. Объясню. Почему. Здесь. Не. Вот. Питание. Да. Выключено. Включено. Здесь. Случайно. Почти. Не. Нажмешь. Но. Вот. Это. Там. Стоит. Специальный. Переключатель. С нажимом. Он. Очень. Быстро. Вот. Случайно. Где-то. Упадет. А. Падать. Постоянно. Проводами. Связано. У. Мне. Они. Например. Постоянно. Эти. Ящики. Это. Естественно. Поэтому. Они. Должны. Быть. Прочные. Противоударные. И. Неломкая. Так. Что. Я говорю. С одной стороны. Дизайн. Вроде. Ничего. Сделан. Но. В остальном. Эргономика. Здесь. Страдает. Надежность. Так. Что. Я. Пока. Вас. Познакомил. С этим. В следующий раз. Я. Буду. Включать. Все. По порядку. Есть. И. Через него. И. Через. Что. Чего. И. Еще. Отдельным. Выпуском. Будет. Внутренность. Его. Полная. Ну. И. Потом. И. Потом. И. 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 Через. Несколько. Дней. Постарайтесь. Задать. Вопросы. В. Комментариях. Там. Что. Какие. Вопросы. У. Через. Несколько. Дней. Уже. Буду. Это. Диапазон. Здесь. Очень. Большой. И. Это. И. Не. Очень. Хорошо. Так. Что. До свидания. Пока. Будем продолжать. Проверять. Испытывать систему.